Масштабный отчетный концерт в Лесногородской музыкальной школе организовывается один раз в год. Перед этим проходят отдельные прослушивания по разным направлениям. На них отбираются лучшие из лучших. Ребята, которые с достоинством представят зрителям весь диапазон и высокий уровень учебного учреждения. На этой стене висят портреты воспитанников Лесногородской школы искусств, лауреатов международных, районных и областных фестивалей. А между прочим, в 2012 году это учебное учреждение удостоило звания ведущего учреждения культуры России. Дети готовятся к ежегодному событию заранее. Усердно заучивают ноты, распеваются и тренируют свои голосовые связки к блестящему выступлению. А кто-то начищает свой музыкальный инструмент до ослепительного блеска. Дети, которые занимаются в общеобразовательной школе, это уже доказали ученые, что у них, по-моему, левая половина мозга развивается. А дети, которые занимаются музыкой, допустим, художественным творчеством, у них развивается правая половина мозга. И сами понимаете, если это все сложить, то две половинки-то работают лучше, чем одна. Особо публика воспринимала ансамблевые выступления. И это оправданно, ведь когда на сцене музицирует большой коллектив, это смотрится зрелищно, масштабно, и энергетика от юных артистов в зал передается колоссальная. В школе работают высокопрофессиональные преподаватели, заслуженные работники России и лауреаты международных конкурсов. Репертуар для концертных номеров своих воспитанников они подбирают с душой и любовью. Идиллия летнего вечера на музыку Раймонда Паулса и шуточная песенка про музыканта в исполнении вокального ансамбля «Эллегия» настроили зрителей на лирический лад. Мне очень дорогая эта школа, поскольку это вообще моя первая музыкальная школа, это мой как третий дом. И здесь я, правда, учусь три года, но я уже получала очень много грамот. Мне прям это очень дорого, я здесь хвастаюсь тем, что я здесь учусь. Можешь сыграть, что-то это всегда пригодится. Хотя учебный год еще не закончен, талантливый коллектив музыкальной школы уже показал высокие результаты. В марте завершился конкурс «Одаренные дети Подмосковья». Из 238 воспитанников музыкального отделения в конкурсе участвовало 102. И 37 из них заняли призовые места. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует. Продолжение следует...